МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ненецкий округ отмечает свой юбилей. 85 лет. Праздничные мероприятия отложены до сентября, но поздравления округ принимает. Жители поздравили глава региона Игорь Кошин и президент России Владимир Путин. Радио Наринмар-ФМ продолжает акцию «Поем вместе» гимн округа. Ненецкий округ продолжает исполнять майские указы президента. Несколько важных вопросов обсудили на заседании. Более подробно в нашем выпуске. Работать в сфере ЖКХ смогут только лицензированные управляющие компании. Получить лицензию смогут только те компании, у которых нет долгов перед ресурсниками. 85 лет исполнилось нашему региону. 15 июля 1929 года был образован Ненецкий национальный округ, который через 48 лет стал Ненецким автономным. Территория округа более 176 тысяч квадратных километров. Это самый малонаселенный субъект Российской Федерации. В состав округа входят Заполярный район и городской округ, город Наринмар. Заполярный район включает в себя поселок искателей и 18 сельских поселений. В течение всего года юбилеи округа посвящены различные фестивали, конкурсы самодеятельности, творческие состязания, изобразительных искусств, выставки и спортивные соревнования. Ненецкая телерадиообещательная компания готовит документальный фильм, посвященный региону и его жителям. А радио Наринмар-ФМ проводит акцию «Поем вместе» гимн Ненецкого автономного округа. Гимн – один из самых главных символов региона. Слова гимна Ненецкого округа написала Инга Артеева, а музыку – Татьяна Артемьева. По словам организаторов акции, основная идея – исполнение гимна местными творческими коллективами. Участие в акции уже приняли исполнители Культурно-делового центра «Арктика», ансамбль «Родные напевы», студия «Иллипс», дом культуры «Села Красное», детский сад в поселках Рута. Аранжировку гимна сделал композитор Николай Епифановский. Текст гимна был талантливо переведен и на ненецкий язык. Его исполнила Валентина Тайбарей. Каждый желающий может также прислать запись вокала или аранжировку окружного гимна на электронную почту «Инфособака.трк.север.ру». Наша акция еще будет продолжаться до конца сентября. На данный момент у нас более семи записей. Одна из них на ненецком языке, которую исполнила Валентина Ивановна Тайбарей. Гимн объединяет людей. Всем спасибо большое, кто принимает участие. Будем ждать работы. Почтительное отношение к государственным символам не просто вопрос культуры или воспитания. Это принципиальное требование уважения к стране, вопрос защиты чести и достоинства как внутри государства, так и за его пределами. Гимн должен знать каждый с детства, говорит Алексей Шигарин, заведующий музыкальной частью Культурно-делового центра Арктика. Это важный элемент патриотического воспитания человека. Какое бы важное мероприятие ни проходило, гимн звучит всегда. Гимн исполнять сложно. Но если его исполнять, скажем так, в концертном, настоящем, профессиональном варианте, гимн можно исполнять и детям. Гимн можно исполнять и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам. Самое главное, чтобы это звучало с душой и с пониманием того, что они хотят передать. Сотрудники радио Наринмар-ФМ отмечают, что жители все больше стали интересоваться гимном своего региона. Знают его далеко не все, но некоторые согласились пропеть несколько строк. Наш округ заполярный, родной любимый край, Тебе поем мы славу, живи и процветай. Поем тебя, Ненецкий округ, Великая Россия и опора, Да здравствует Север, любимый, Бескрайние трунды и просторы. Все исполнители гимна получат памятные подарки. Более подробную информацию можно получить по телефону 2-102-5. На сайте нашей телерадиокомпании www.3wtrksever.ru Размещены текст, партитура и оригинал гимна Ненецкого автономного округа. Надежда Литкова, Александр Дуркин, Дмитрий Лукевич, Культурные обычаи, любовь и уважение к созидательному труду, традиции радушия, гостеприимства и взаимопомощи. Сегодня перед вами стоят перспективные многоплановые задачи. Прежде всего, речь идет о привлечении крупных инвестиций, модернизации промышленных и добывающих предприятий, поддержке малого и среднего бизнеса. Уверен, что вы будете прилагать все усилия для достижения намеченных целей и работать на благо родной земли и всей России. Желаю вам успехов! Свои поздравления округу отправил и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это важное событие для тех, кто родился и вырос на этой суровой земле, связал с ней свою судьбу, отдал ей свой труд и знания. Ваш северный край уникален своим этническим многообразием, культурной самобытностью, обычаями и традициями, говорится в поздравлении. Жителям округа выпало немало трудностей на пути становления и развития региона, но их трудолюбие и любовь к родной земле помогают сегодня поднять на новую высоту экономику, промышленное и сельскохозяйственное производство, увеличить темпы строительства автомобильных дорог. Уверена, что и в дальнейшем целеустремленности и трудолюбия жителей Нинецкого автономного округа будут направлены на раскрытие потенциала региона, укрепление российской государственности. Желаю вам и всем жителям Нинецкого округа счастья, здоровья, благополучия и новых трудовых достижений. Нинецкий округ продолжает исполнять майские указы президента. Согласно указу номер 597, для достижения требуемого уровня повышения оплаты труда работников культуры рекомендуется вывести непрофильные функции учреждений на аутсортинг или, проще говоря, на обслуживание другой организации. К непрофильным функциям учреждений культуры относятся технический и младший обслуживающий персонал, бухгалтерские и прочие службы. Так, Управление культуры округа предложило создать дирекцию по эксплуатации зданий учреждений культуры. Участники заседания приняли проект единогласно. Дирекция будет решать вопросы по обеспечению учреждений культуры материально-техническими ресурсами, модернизации и текущие задачи по ремонту, обслуживанию и содержанию зданий. В случае принятия создания дирекции будет решен целый ряд основных задач. Это в первую очередь в связи с указом 597 президента будет увеличен показатель средней заработной платы работников культуры, будет произведена оптимизация численности и вывод непрофильных функций, и учреждения будут поставлены в равные условия по техническому обеспечению и сопровождению культурно-досуговых мероприятий. Также участники заседания обсудили проект строительства рыбоперерабатывающего цеха взамен большого завода. Напомним, его строительство было начато в прошлом году, а в апреле на заседание администрации было принято решение о его нецелесообразности. В связи с этим у участников заседания возник вопрос, что будет с проектно-сметной документацией завода. Проектно-сметной документацией подрядчик передаст обратно заказчику и уйдет она в архив. Обошлась она бюджет в 13 с лишним миллионов. Это проектировано, занималось управлением строительства ЖКХ Заполярного района. Переделать проектно-сметную документацию завода под цех специалисты считают невозможным. Но под строительство цеха можно использовать уже готовое свайное поле, котлован под здание административного и производственного комплекса. Также управлением АПК будет предложена концепция разведения и выращивания культурной рыбы. Получая при этом охлажденку, стабильную рыбу, недикую, которая неизвестно, когда будет поймана или не будет поймана в этом году, стабильно по 60 тонн сырья в месяц. Сначала все-таки обеспечить всеми видами продукции, в том числе охлажденкой, свойственной, безусловно, внутренней. В виде заморозки она может уже на соседние рынки Архангельской, Коми-Республики. Разработка проектно-сметной документации рыбоперерабатывающего цеха запланирована на январь 2015 года. Тогда же и начнется строительство. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С 1 мая следующего года работать в сфере ЖКХ смогут только управляющие компании с лицензией на такую деятельность. Для коммунальной сферы Наринмара такая мера станет серьезным испытанием. Получить лицензию смогут только те управляющие компании, у которых нет долгов перед ресурсниками. В нашем городе долги исчисляются миллионами. К решению вопроса подключилась общественная палата, на заседании которой побывала наша съемочная группа. 245 миллионов рублей. Именно такую сумму управляющие компании задолжали по КТС. В расчете на жителя сумма приближается к месячному платежу за квартиру. С такими долгами прийти к лицензированию управляющие компании не смогут, а значит, это обернется массовым созданием клонов УК и банкротством старых юридических лиц. То есть перспективы взыскать долги почти никакой. Виной всему, считают ресурсники, недобросовестное поведение коммунальщиков в условиях рынка. Чтобы заполучить управление новым домом, управляющая компания предлагает тарифы, заниженные на треть, а то и вдвое. То есть покупает услугу за 100 рублей, а продает за 50. Естественно, о расчетах с поставщиками, то есть ресурсниками, говорить при такой политике не приходится, о чем телеканал «Север» рассказывал еще в апреле этого года. Причиной вот таких вот растущего кома долгов управляющих перед ресурсниками в том, что тарифы самих управляющих организаций на содержание жилья они не окупают себя. ПОКТС предложил организациям вплотную заняться анализом своих доходов и расходов. Иначе не то, что долги ресурсникам, зарплату своим сотрудникам платить будет нечем. Коммунальщики уже в очередной раз пожаловались на низкую собираемость платежей у населения. Несознательность граждан – вот где корень зла. Председатель общественной палаты Виталий Федоров предложил рассмотреть проблему шире. У жильцов многоквартирных домов нет ментальности собственника. Кто на автомобиле, если он не поехал или что-то не заправит, то все понимают – это его собственность. А вот жилая собственность, она у нас так, как будто бы на 50% наша, а на 50% чья-то. Для решения этой проблемы потребуется масштабная разъяснительная работа. Однако результат того стоит. Гражданин, ответственный за свою собственность, не только платить будет вовремя, но и управляет своим домом, абы кому не позволит. Общественники решили взять проблему под свой контроль и попытаться развязать этот узел раньше, чем его разрубят лицензионные требования. Дмитрий Щепанов, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Мы прерываемся на короткую рекламную паузу и вот, что вы увидите далее. Молодая семья из Луганской области, которая прибыла в Наринмар, получила временное жилье. Подробнее о судьбе беженцев узнаете совсем скоро. Нерадивый водитель, пытаясь скрыться от полицейских, совершил опрокидывание автомобиля. Есть пострадавшие. Желаете новую мебель? Мечтаете об эксклюзивном дизайне? Ищите, где же ее заказать? Так это ж очевидно, поскольку в Клевере опытные дизайнеры и летние скидки. Следовательно, мебель лучше заказать именно там. Мебель в классике или модерне, с витражом или фотопечатью. В Клевере вы сможете с легкостью выбрать материалы для вашей мебели из огромного ассортимента и наслаждаться полученным результатом. Звоните нам прямо сейчас. 8 911 590 54 64 Летняя навигация в разгаре, а значит, без транзита не обойтись. Торгово-производственная база «Транзит». Грузопассажирские перевозки на теплоходе СТ-27 по маршруту Нарьянмар-Щелья-Юр-Нарьянмар. Для пассажиров уютные каюты, столовая, двухразовое питание. Квалифицированный персонал, опытный экипаж. Расписание движения уточняйте по телефону 8 911 650 40 40 или по адресу поселок Факел, юбилейная 98. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217 17. Мы продолжаем следить за судьбой семьи, которая недавно прилетела в столицу региона из неспокойной Луганской области. Молодые люди Алексей Ильницкий и Виктория Ковтун уже привыкли к северной погоде и сейчас чувствуют себя вполне хорошо. Но главное, они в безопасности. Они даже обзавелись временным жильем. Бесплатную крышу над головой беженцам предоставили в комплексном центре социального обслуживания Ильницкого округа. А многие неравнодушные горожане после выхода в эфир нашего первого репортажа об этой семье звонили и предлагали свою помощь. Передаем привет маме и папе, сестре, брату, нашим друзьям Дашке, Ярику, Артуру. Мы вас очень любим и скучаем за вами. Привет родителям, всем, кто нас знает. Мы очень скучаем. Не переживайте за нас. У нас тут все хорошо. Нас приняли очень хорошо. Слезы, душевная боль и неспокойство. Алексей и Виктория теперь все чаще стали улыбаться. Хотя страшные воспоминания до сих пор мелькают перед глазами. Всего пару месяцев назад они и подумать не могли, что новая для них жизнь начнется уже так скоро. Оставить старой пришлось практически все. Жить в ней уже было небезопасно. Стреляют, обстреливают, самолеты летают, бомбы скидывают к нам, ну там в посадки, куда там, куда возможно. В поля. В поля, да, в шахты, ну, в копанки. Живет семья вот в этой небольшой комнате. В углу диван, рядом шкаф, хотя большинство полок пустуют. Вещей у Алексея и Виктории не так-то много. Но главный предмет в их комнате, конечно же, ноутбук. С помощью него молодые люди звонят по скайпу своим родным и близким. Раз в день их кормят бесплатным обедом. Завтрак и ужин готовят сами. Вот только с деньгами становится все труднее. Нам помогает тетя все. Там может с продуктами, с деньгами, медицину мы проходили, она все оплачивала, ну там уже оплачивать надо было. Ну все, тетя пока помогает. Виктории уже и работу предложили, но идти на нее она пока не может. У девушки, как и у Алексея, до сих пор не готовы все необходимые документы. Накануне федеральная миграционная служба им отказала в статусе беженцев. Сказали, мол, по понятиям закона не подходите. Мы отправились в миграционную службу. Василий Юдин, это начальник отделения по делам миграции, сказал нам, что молодая семья не подходит под статус беженцев. Их жизненная ситуация не входит в перечень понятий, которые прописаны в законе. Словом, боевые действия в родной стране это не причина, чтобы получить важный статус. В принципе, там обстановка была спокойная, территория контролировалась поученцами. И вот когда стали приближаться боевые действия, именно из-за боевых действий фактически эти граждане и уехали. Сами они нигде не принимали участие, скажем так, в митингах, демонстрациях, в открытых средствах массовой информации где-либо свое мнение не высказывали, то есть угрозы им, соответственно, не поступали. Личного преследования граждан со стороны других граждан Украины не было. То есть под статус беженца касанная категория иностранных граждан не подпадает. Сейчас Алексею и Виктории предлагают оформить временное проживание на три года или же получить документ на временное убежище. Он действует один год и в дальнейшем его можно будет неоднократно продлевать. Только придется отдельно оформлять еще и разрешение на работу. А это значит, впереди у молодой семьи очередная бюрократическая волокита. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Другим темам. Не справился с управлением и перевернулся из-за собственной ошибки. На Ринмаре нерадивый водитель, нарушив правила дорожного движения, не подчинился требованиям полицейских и попытался от них скрыться. Однако уехать далеко ему так и не удалось. Проехав несколько километров на предельной скорости, машина нарушителя врезалась в ограждение и опрокинулась. Подробности инцидента расскажет Олег Хатанзейский. На кадрах видеорегистратора, который установлен в автомобиле ДПС, отчетливо видно. Вот машина нарушителя не спеша делает поворот в сторону города. На часах почти два ночи инспектор выходит на улицу, чтобы остановить иномарку. Но тщетно водитель резко дает по газам и пытается скрыться от правоохранителей. Сотрудники ДПС начинают преследовать водителя иномарки. Нарушитель на предельной скорости движется в сторону города. Благо, ночью на дороге нет других участников движения. Через несколько сотен метров автомобилю удается скрыться от полицейских. Погоня шла по центральной улице в сторону города Наринмара. После кольцевого движения нарушитель свернул в сторону АЗС по улице авиаторов. На огромной скорости водитель не справился с управлением, снес ограждение автозаправки и совершил опрокидывание. На кадрах отчетливо видно, что водителю удается практически сразу же выбраться из автомобиля. Впрочем, полицейскому сообщают, что в машине есть еще два пассажира. Сосновка 521. У нас обракидывание автомобиля на улице авиаторов. Срочно наряд скорой помощи сюда. Врачи не отложки и спасатели на место происшествия прибыли через несколько минут. Водителю и одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь. Сейчас полицейским предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Например, был ли водитель Наринмарки во время аварии пьяный, почему он не остановился по требованию инспекторов. К слову, днем раньше произошла еще одна авария в поселке Искатели. Водитель ВАЗ-2114 не уступил дорогу и Наринмарки. На берегу реки Шуя в Пряжинском районе Республики Карелия состоялось торжественное открытие чемпионата Северо-Западного Федерального округа России по рафтингу. На первенство России заявилось 37 команд из Архангельской, Московской, Ярославской и Томской областей, Красноярского края, Республики Алтай, Республики Карелия. В турнире участвовали и ребята из нашего округа. Рафтинг – это спортивный сплав по горным рекам на надувных судах, рафтах. Федерация рафтинга России неизменные организаторы первенства проводят его уже 11 раз. Наш округ в турнире принял участие впервые. Несмотря на это, результат показали неплохой. Достаточно для нас новый вид спорта, мало кто о нем знает. И в принципе показали хорошие результаты, считая, что для первого раза из 10 команд оказались на 6 месте в общем за счете. В течение года семеро юношей, учащиеся кадетского класса первой школы, занимались по программе детского и юношеского туризма. Пробовали тренироваться и в природных условиях нашего края, но река Печора для рафтинга слишком спокойна. Там по несколько лет люди занимаются и по две тренировки за день. А вы здесь нигде поучаствовали особо? Нет, один разок ездили по Печоре по течению. Вот и не то. Это не то. У нас порогов нет. Зато река Шуя может похвастаться огромным количеством порогов. Особенно участникам запомнился порог Большой Толь. Организаторы намеренно проводят соревнования в Карелии и Алтае, местах России, где много бурных рек. Холодная река или нет, Александр Полугрудов проверил лично, хоть и не специально. Мне было тяжело, григли долго. Я в воду даже успел упасть на соревнованиях. В 2015 году эстафета проведения первенства России по рафтингу перейдет на Алтай. Наш округ также планирует участвовать в этом соревновании. Константин Канев, Александр Дуркин, Телеканал Север.